Друзья, привет! С вами Алена. Алена Самсонова, практикующий психолог. Давно с вами не была. И сегодня у нас такая с вами интереснейшая тема. Это гипотиреоз. И сегодня мы будем с вами его рассматривать с точки зрения психоэндокринологии. Есть ли такое психоэндокринология? Конечно же есть. Когда не справляется человек только с врачами, он отправляется на путь к психологу. И здесь работают с его психосоматикой, с его системой, целиком, со всей душой, телом и составляющими. Итак, гипотиреоз. Какие же это люди? Обычно, давайте пройдемся по симптомам, это люди, у которых замедленное сердцебиение, которые иногда кажутся такими тревожными, застенчивыми, а бывает и нет, бывают они и наоборот яркие. Но на самом деле гипофункция, что значит приставочка гипо? Она значит, что не до конца, не до конца работает, не полностью выкладывается и не получает человек той нужной информации от щитовидной железы, которая играет очень-очень важную роль. Итак, все, что происходит обычно у этого человека, это исключительно в фантазии. Когда мы с вами разбирали гипотиреоз и говорили о человеке, который бежит, старается все успеть, все переделать, то тут мы говорим об иной истории. История, когда я жду, я ожидаю, что меня пригласят, я ожидаю, что моя жизнь как-то поменяется, я ожидаю. И в этом ожидании человек может прозябать года, а после этого очень часто происходит такая некая фрустрация, в которой человек пытается компенсировать унынием свое состояние. Людям с гипотиреозом свойственен некий запрет на агрессию, когда она идет в ответ на гнев. И, например, ребенок с самого детства, получающий запрет на большой гнев, либо на уныние, либо на чувство вины, оставляет за собой вот это право, право быть в этом состоянии. Импульс, который по-хорошему должен был выйти, освободиться через голосовой аппарат, он словно застрял. И на минуточку эта энергия, которая не переходит ни вверх, ни вниз, а просто ходит по телу. И вот этот страх нереализованности, он тоже застревает в человеке, и агрессия подавляется. Человек становится, как некий человек за стеклом, человек в футляре. Импульс по-хорошему должен был выйти через голосовой аппарат, через жесты, через все тело, но он застрял. В итоге ребенок разучивается девать куда-то эту свою энергию, она оседает в теле, во взрослом возникает, и у людей начинается глубоко неодобрение себя. И сложно до них достучаться, добраться. Какие же это люди в моей практике, которые вроде бы обращаются за помощью, но вот как будто бы на чуть-чуть, как будто бы он очень боится выйти из своего панциря. И очень-очень часто так происходит, что человек выбирает такие ключевые механизмы, тактики по жизни, деятельности. Заслужить любовь, доказать, что он достоин. И все это исключительно часто в его фантазии. На самом деле, на деле эти люди очень-очень недейственны. Они живут, сложа ручки, и ждут, когда что-то, что-то такое случится. Людям с гипотириозом свойственен запрет на агрессию. То есть они вообще запрещают. И, например, она ругается с мужем, хочет сказать, да как я тебе, а в итоге она смалчивает. И это все про человека с гипотириозом. Есть еще такая интересная история в моей практике, когда во взрослом возрасте оседает вот эта энергия, и человек как будто бы остается тем нереализованным ребенком. Поэтому, отказывая себе в своих желаниях, в своих потребностях, в сексе, в заработке, они продолжают эти люди страдать и болеть. Поэтому в их случае психотерапия направлена на работу с желаниями и достижениями, целеполаганием. С вами была Алена. Пока-пока. Пишите, кстати, вопросы по поводу своего заболевания. Я с психологической точки зрения вам обязательно отвечу.